Я прошел к выводу, что комментаторы всегда знают лучше, как подбивать танки, как подбивать самолеты. Потрудитесь, пожалуйста, поднять свою жопу с дивана. Самый интересный вопрос. Вашими молитвами. Друзья, я счастлив вас приветствовать из студии Империя Ножей. Сегодня у нас очередной цикл, очередной выпуск цикла «Тактический нож». И не просто, а «Тактический нож – обратная связь». То есть я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задали после просмотра тех выпусков, которые уже доступны. Соответственно, в описании под видео будет перечень тех выпусков, которые уже вышли. Сразу скажу, что я отвечаю не на все вопросы подряд, а только на те вопросы, которые относительно грамотно, внятно, адекватно, уважительно. Интересно сформулированы. Потому что если отвечать на все вопросы, которые вы задали, то, как сказал автор-составитель вопросов, может быть рак, рак мозга. Поэтому вот и некоторым авторам вопросов я бы рекомендовал обратиться к специалистам и пройти всестороннее обследование. Возможно, вы уже, не дай бог, конечно, имеете какое-либо сопутствующее заболевание. Итак, пойдем по порядку. У меня вопрос на телефоне, поэтому я прошу прощения, что я буду обращаться, соответственно, к телефону для того, чтобы их просчитать. Конечно же, главный вопрос в цикле «Тактический нож» касается чего? Главный вопрос касается часов. Какие у меня часы? Я, если честно, не сказать, что прям сильно помню, как у меня просто несколько часов. И в зависимости от настроения я одеваю те часы, которые хочу. Хочу одеть трейсер, одеваю трейсер. Хочу одеть Garmin Tactical Instinct, одеваю Garmin Tactical Instinct. Хочу одеть Sunta Core, одеваю Sunta Core и их ношу. У меня нету каких-то таких предпочтений, которые я прямо вот в них уперся, как баран в ворота и стучусь об них. Если мне не изменяет память, то в первом-втором выпуске цикла «Тактический нож» у меня были Garmin Tactical Instinct. Сейчас у меня Sunta Core, то есть, ну, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. То есть, следующий же вопрос, я на самом деле не вижу смысла отвечать на данный вопрос, потому что следующий вопрос и как они вам? А это надо обзор делать про часы, а я не часовых дел мастер, и на это пойти, к сожалению, не могу. Но, тем не менее, модель часов я осветил. Следующий, естественно, вопрос в цикле про «Тактический нож» – какие у меня брюки? Ну, это уже вообще из разряда, из ряда вон выпадающий вопрос. И у меня, насколько мы снимали, у меня постоянно разные брюки. Но вопрос был о том, какие у меня брюки были на выставке «Клинок-2021». Так вот, у меня была, смотрите, опять же, прикол в чем, у меня были брюки «Штурмер». Сейчас вы должны зайти на сайт «Штурмер» и убедиться, что на сайте «Штурмер» отсутствуют те брюки, которые были у меня. Да, потому что у меня внезапно была экспериментальная версия брюк «Штурмер», которые нет в свободной продаже, и неизвестно, будут или нет. И решение о том, поступят они в свободную продажу или нет, будет принято на основании того, насколько их тесты будут удачными. Поэтому, что вам дал мой ответ на ваш вопрос, не совсем ясно, но, тем не менее, я на него ответил. Сегодня, кстати, на мне джинсы «Тактикал» или как «Флекс» джинс «Слим» от 5.11. Очень удобные, очень классные, я про них много рассказывал, у меня даже есть соответствующие видео на канале про эти джинсы. Это на всякий случай, потому что уже может быть вопрос, что у меня за сегодня на мне за штаны, поэтому я брюки сразу на него ответил. Идем дальше. Кто это на ножевом канале? Кто это на ножевом канале? Это, наверное, про меня, да, или про «Каскада», то есть, или про меня, или про «Каскада». Кто я такой? Ну, вы можете пройти на мой канал и посмотреть, кто я такой. Если вы хотите узнать, кто такой Дима Каскад, пройди на его канал и узнайте, кто он такой. Я не совсем понимаю, кто конкретно вас интересует, поэтому ущерпывающе ответить на этот вопрос не могу. Идем дальше. Что бы я потянул с собой в рюкзаке на 7 дней? Я бы потянул с собой в рюкзаке на 7 дней вас. Ну, в каком смысле? Вас, а в смысле комментаторов. Я пришел к выводу, что комментаторы всегда знают лучше все и умеют лучше все. Знают, умеют, знают, где взять, знают, как применить, знают, как открыть, знают, как разжечь, знают, как спать, знают, как не спать, знают, как стрелять, знают, как не стрелять. Все знают лучше комментаторы. Поэтому я считаю, что с собой в рюкзаке на 7 дней, я бы даже рюкзак не брал. Я бы вас просто бы собрал бы с собой на Аркане и потащил бы туда на 7 дней куда угодно. И вы бы там научили меня, как подбивать танки, как подбивать самолеты, как радиоэлектронной борьбой заниматься, как тепловизор видит, как тепловизор не видит, куда смотреть, куда не смотреть, как перезаряжаться. То есть вы знаете все лучше всех, поэтому я с собой бы на 7 дней взял бы вас как можно больше. Сколько бы смог бы увезти, столько бы взял. Размер ножа это зеркало ваших комплексов. Размер ножа это зеркало ваших комплексов, если на то пошло. Не моих, а ваших. Потому что лично я с собой на кармане последние 3 недели ношу нож Rexbo, который всем своим видом и размером показывает, что у меня нет комплекса вообще. То есть размер данного ножа характеризует меня исключительно с положительной стороны, как у человека, у которого вообще нет комплексов. Один из моих любимых тактиков Torn, учитывая его размер, опять же говорит о том, что у меня опять же комплексов нет. То есть, а вот то, что вы постоянно рассказываете про нож крокодила Данди, про Кабар, про там еще какие-то ножи размером, ну они характеризуются все словосочетанием сдохнет в зависи Рэмбо. Вот у вас, у вас, друзья, есть комплексы, судя по всему, ну судя по размеру ножа и соответственно комплексы у вас таких же размер, такого же размера. У меня с комплексами все хорошо. Он теперь мастер спорта еще и по ножам. Подразумевается, что я хорошо разбираюсь в очень многих вопросах, и еще я и мастер спорта по ножам. Но вот, к сожалению, нет. К сожалению, я, несмотря на то, что я очень хорошо разбираюсь в экипировке, очень хорошо разбираюсь в снаряжении, неплохо, не то, чтобы отлично, но неплохо разбираюсь в оружии, и неплохо разбираюсь в работе с ним, про ножи нет. Пока я не мастер спорта, но к этому стремлюсь. вашими молитвами что за перчатки для обзора вопрос на засыпку если честно не знаю про что речь но если речь идет про то какие перчатки нам не были на обзорах крайних это перчатки были от компании helicon range мастер ли я не готов сказать честно говоря модель к бренд helicon перчатки очень хорошие с точки зрения у них есть конечно недостатки к любой модели экипировки снаряжения одежды амуниции у них конечно есть недостатки но в целом данная модель меня устраивала целиком и полностью на нее делал много обзоров много раз ее отмечал у нее название состоит довольно сложно из нескольких слов и я его честно говоря не помню то есть реально но бренд helicon поклонникам скелетника может быть только полный профан но подобный комментарий мог написать только полный профан это мягко говоря значит вот перед вами торн это скелетник вне всякого сомнения и поклонникам скелетника как основного ножа на все случаи жизни и скелетник наше все да здесь я возможно даже соглашусь комментатор может быть только полный профан но поклонникам скелетника как 2 ножа дополнительного ножа ножа по ситуацию ножа по специфику задачи поклонником скелетника может быть вполне себе разбирающийся в теме человек поэтому подобный комментарий еще раз могу сказать мог написать только профан идем дальше вы друг друга троллили на клинке это речь о видео от мелитака но я на самом деле если честно мне хочется попробовать вот это вот забористые вот эти вот вещества которыми пичкает себя тот вот кто мне давал интервью на стенде мелитака я реально ему завидую то есть я лично ни разу в жизни так не дохотворялся как он и ни разу в таком вот но возвышенном состоянии не был и мне прям теперь хочется попробовать потому что нож из конвертированной брони и сконвертированной брони и порошок от кровотечения из антидота от эприта это конечно но это конечно да это конечно да поэтому я надеюсь он посмотрит это видео напишет мне что он принимает и я может быть попробую может быть не обещаю но может быть и тогда вас ждет что-то особенное интересное идем дальше какой у вас опыт чтобы выступать экспертом но смотря про что речь я никогда не выступал экспертом принято к ножам я постоянно про это говорю что я примите к ножам не эксперт я в самом начале пути я учусь общаюсь людьми узнаю много для себя нового это все доношу вам то есть я никогда не позиционировал себя как эксперт по ножам и ближайшем далеком будущем не собираюсь этого делать а учитывая что ножи это настолько обширная тема что в ней в принципе тяжело быть экспертом я наверное себя никогда позиционировать экспертом данной теме не буду бывало ли я на кавказе да и было на кавказе и достаточно раз для того чтобы сказать да и было на кавказе и информация это открыто относительно моего количества раз пребывания на кавказе включая места моего пребывания на кавказе тоже поэтому потрудить пожалуйста поднять свою жопу с дивана это к тому что откройте google или там яндекс и не на кем поисковиком вы пользуетесь забейте там в поисковой строке путь разведоса и почитайте на это я много раз на эту тему отвечал где я был что я был что я видел чего не видел но еще раз повторюсь примительно к ножам никогда экспертом я себя не позиционировал это важно если для кухонника обычного сделать ножны то он станет тактическим если для вашего мозга мозга провести определенный обрейт возможно он будет претендовать на нормальный пока нет смысл в чем если мы возьмем ладу калину выгоним ее на трек для участия в гонках а там со свистом проиграет всем другим гоночным машинам но если мы ладу калину возьмем затюним изо всех сил которые только можем и выгоним на трек она возможно составе там довольно таки неплохую конкуренцию от лады калина там правда останется может быть только один корпус а может быть и вообще ничего да но тем не менее значит ли это что лада калина гоночная машина нет значит ли это что вот это конкретная лада калина гоночная машина до так вот если вы затюните свой кухонник вот ваш конкретный кухонник возможно станет тактическим но в принципе кухонный нож тактическим не является по моему это очевидно это даже зачатки логического мышления если у вас есть зачатки они ну могли бы вы вы сами могли прийти к такому заключению поразительно что приходится брать вас за ручку и к данному заключению приводить как вам тело и 6 откол стил друзья к сожалению у нас сейчас вот прямо сейчас в доступе шестерки нету есть четверка как мне тело и у меня нет тело это в принципе но берем вот его на первый взгляд вот вот прям вот я его сейчас грубо говоря не первого жизни конечно увидел я увидел до этого да но вот будем считать вот я его первый раз да настолько плотно сейчас с ним общаюсь как оружие очень крут как инструмент вызывает вопросы то есть я бы сказал что это складной нож у которого функция оружие преувалирует собственно и на этом все я ну не могу сказать что прям горячий поклонник данного данной формы данного ножа но нож неплохо безусловно как и наверно все ножи от колстил зачем при обычной в жизни в городе носить собой нож что такое обычная жизнь в городе начнем с того давайте определимся с терминами что такое обычная жизнь в городе это как у кого в моей обычной жизни нож но в мою обычную жизнь нож вплетается очень органично вашу обычную кто-то скажет мою вплетается органично у кого-то в обычной жизни у себя без ножа не мыслит вообще а вы возможно для него не видите места как мы про какую жизнь говорим про вашу мне честно сказать все равно на вашу жизнь в моей жизни нож это надежный спутник и помощник вскрыть отрезать подрезать поддеть одеть там ну миллион задач для ножа в течение но не миллион я конечно утрирую но не сильно но я постоянно для ножа в повседневно своей жизни в обычной жизни нахожу задачу если вы их не находите да на здоровье не носите нож я не собираюсь вам как-то уверять вас собственно не полноценности по этому поводу но вопросы честно странный я например на машине не езжу а кто-то ну то есть у меня я не постоянно в городе я бы на предпоследствии общественным транспортом на машине езжу иногда езжу иногда но редко да и они кто-то без машины себе не видит вообще а кто-то вообще только на велосипеде передвигается это все равно что один другому будет доказывать что но глупая этот умный и кто делает правильно кто неправильно это из одной категории соответственно собственно измышление размышления не вижу у них никакого смысла дальше следующий вопрос что такое городская тактика городская тактика это выполнение задач связанных с обеспечением жизнедеятельности самозащиты ну вот решение задач подобных тем которые я сказал в городских условиях не в полевых условиях не в лесу а в городских условиях то есть городская тактика то есть одежда городская тактика то есть военная одежда да там или есть тактическая одежда в которой мы выезжаем на поле Есть одежда, городская тактика, в которой мы выполняем задачи какие-то чисто в городских условиях. Одежда, обувь, снаряжение, оно предъявляет определенные требования к ним. И у ножа то же самое. То есть этот нож, например, городской тактический нож, который предназначен главным образом для городских условий, будет отличаться от тактического ножа, который используется в полевых условиях, главным образом габаритами и вариантами размещения на экипировке, на снаряжении, на одежде. То есть в городских условиях мы должны нож размещать скрытно, в то время как в полевых условиях такой необходимости нет. И наоборот, мы, естественно, конечно же, будем стараться нож разместить настолько удобно, чтобы максимально быстро до него добраться. И, соответственно, он будет размещен на экипировке сверху. А в городских условиях мы такого позволить себе не можем. Он нас так или иначе скрыт. Вот, соответственно, это одно из требований к городскому тактическому ножу. Он должен позволять его разместить на одежде так, чтобы, с одной стороны, доступ к нему был быстрый, а, с другой стороны, не привлекать лишнего к себе внимания. Ну и на заключение, конечно же, я оставил самый интересный вопрос. Самый интересный вопрос. Он посвящен, естественно, видео про и по первым двум видео из цикла «Тактический нож». Я по порядку иду, потому что в одном вопросе много подвопросов. Я по порядку пойду. В кадре нет диалога. Монолог и перетягивание одеяла на одну сторону. Выглядит неорганично. А в кадре нет диалога. Он и не подразумевался, что там будет диалог. В кадре есть ведущий «Я» ведущий. А есть и это «Я ведущий оратор». А есть Дима Каскад, который играет роль оппонента. То есть, когда Дима Каскад имел, что по этому поводу сказать, он говорил, а я на его вопросы отвечал. То есть, там и диалог не предполагался. Предполагался, что он просто оппонент в некоторых вопросах. То есть, если он видит, что я сказал что-либо, подразумевающее его вопросы, он их задавал. Если нет, значит нет. Поэтому это видео есть монолог с вкраплениями каких-то вопросов. То есть, эти были вопросы. Он, грубо говоря, играл роль вас, диванных экспертов. Ну, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, задавал вот эти вопросы. Идем дальше. Спайдерка-цивильный нож не боевой для самообороны. Огромная разница. Я не вижу разницы между боевым ножом и ножом для самообороны. Никакой разницы не вижу. То есть, это нож, который предназначен для работы по мясу исключительно. Он для работы по дереву не предназначен. Он не предназначен подрезать нитки. Он не предназначен резать холея. Он предназначен с учительными для работы по мясу. В том самом смысле для работы по мясу. И боевой нож или нож для самообороны, в данном случае, это казуистика. Она не имеет никакого отношения к свойствам, заложенным в этот нож. Этот нож предназначен только для одного и того, для выполнения строго предназначенных для него задач. Он не является тактическим, потому что функция инструмента в данном ноже отсутствует как такова. Это оружие в чистом виде. Это оружие самообороны или оружие нападения. Это имеет, да, здесь можно дискутировать. Но потому что это оружие, то есть это боевое оружие в первую очередь. Тут никакой дискуссии нет. Идем дальше. Фикс как раз изножен. Иногда и не достать удобство открывания, не критерий. Ну, если вы долбитесь прямо в мозг, то это, конечно, не критерий. Итак, вот у вас нож с фиксированным клинком. Ну, для примера, приведем нож штором. А вот у нас нож со складным клинком. Для примера, нож пайк. И теперь внимание, следите за руками. Вот у меня на экипировке, неважно где, закреплен нож штором. Я сделал вот так. И у меня в руках полностью готовый к применению нож. А теперь у меня я извлекаю из кармана нож пайк. Я его извлек из кармана. И потом я должен сделать вот так, для того, чтобы его открыть. То есть здесь у меня для того, чтобы извлечь нож, нужно одно движение. А здесь для того, чтобы его, и он у меня уже в готовом к применению состоянии. А здесь для того, чтобы я получил нож в готовом к применению состоянии, мне нужно два движения. Первое – извлечение ножа. Второе – открытие ножа. Внимание, вопрос. Не является ли добавление одного лишнего движения, которое еще к тому же довольно сложное. То есть мне нужно попасть падчиком на шпенечек. Мне нужен шпенечек с нужной скоростью и усилием толкнуть, для того, чтобы он открылся. Мне надо перехватить его после этого. Не является ли этой потерей времени по сравнению с тем, как я просто взял и вытащил нож сразу в готовом к применению состоянии. Здесь и в чем здесь субъективность критерия? В том, что один меньше двух, но если в вашем мире два – это меньше, чем один, то, конечно, да. Здесь есть субъективность. А если все-таки один – это меньше двух, то здесь нет никакой субъективности. Здесь объективность в честном виде. Она из-за вашей упертости или упортости вам недоступна для понимания. Но это вопрос, как вы здесь написали, что это оценка ведущего, будем так считать. Но я в свою очередь заявлю, что это ваша оценка, поэтому можете считать в своем мире, где два меньше, чем один, вы можете считать в своем мире все, что угодно. Друзья, собственно, я на все вопросы, которые были отобраны для данного выпуска, ответил. За всем откланиваюсь, будут еще вопросы – задавайте. Будет у меня время и будет возможность, я на них в том же самом формате отвечу. Доброго дня, будьте здоровы, до прибыли с вами силы, пока.